Чебоксарские подростки стремятся приобщиться к взрослой жизни. В летние каникулы старшеклассники предпочитают не только отдыхать, но и зарабатывать собственные деньги. Чем занимается работающая молодежь летом, выясняла Екатерина Харитонова и Андрей Шоклев. Сейчас практически каждому старшекласснику необходимы деньги на карманные расходы. Поэтому в летний период подростки устраиваются на работу. По словам зам. директора Центра занятости населения, наибольшее количество школьников обращается за помощью трудоустройства в июне. Так и в этом году за первый месяц лета удалось устроить свыше тысячи учеников школ. Особенно мальчики, конечно, они идут в строительство, на подсобные работают. Предприятие платит там больше заработной платы, чем, допустим, там, где дети работают просто на уборке. Там больше шесть-семь тысяч платят им даже. Плюс еще с нашей стороны выплачивается материальная поддержка – 1275 рублей. Ну, девочки у нас, ну, прежде всего, конечно, для них работа, это вот, связано, работа связана с уборкой, значит, с благоустройством. В основном там, конечно. Вот. Ну и какие-то виды курьерских работ. Сейчас в Чебоксарах такая ситуация, когда не хватает рабочих рук, говорит Владимир Васильевич. Поэтому работодатели охотно принимают неопытных подростков к себе на предприятие. В свою очередь, школьники не упускают возможности подзаработать. Я учусь в школе номер 41. Я пришла на работу, чтобы устроиться укладчиком-упаковщиком в фабрику Аконт, чтобы заработать деньги карманные свои. Работаю рядом на ЧЗСМ, Чебоксарский завод строительных материалов. Работаю, чтобы деньги для себя были. Чебоксарские школы тоже помогают своим ученикам. Основной вид работы, который предлагает общеобразовательное учреждение, это благоустройство территорий. Посадка цветов, уход за клумбами, уборка мусора. Все это выполняют подростки, устроившиеся на работу в школу. Учащиеся, которые работают в трудовой бригаде, они получают в течение дня примерно 100 рублей, но они работают всего час. Конечно, детям не помешает дополнительный заработок. На сегодняшний день, даже если мы посмотрим, как мы собираемся в школе, это и приобретение школьной формы, это тетради, различные дополнительные рабочие тетради. Конечно, ребятам, чем находиться без дела, лучше работать. По статистике Центра занятости населения, за июнь-июль этого года были трудоустроены 1339 школьников. По сравнению с прошлым годом, число подростков, желающих подработать летом, увеличилось. Екатерина Харитонова, Андрей Шоклев, Республика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!